Всем привет, с вами Роман Раскольников, и я продолжаю проходить игру под названием Гарри Поттер и Философский Камень. На ПК! Так, сегодня нам нужно отправиться на урок гербологии. Так, я примерно знаю, где это находится. Это должно находиться в теплицах. Но я не совсем знаю, где здесь именно теплицы находятся. Так, но для начала нам нужно выйти с этого Хогвартса. Так, я тут вроде все обыскал. Так, не вижу смысла, короче, сюда возвращаться, наверное. Надеюсь, я ничего здесь не пропустил. Так. С этими доспехами мы ничего сделать не можем. Так, портреты я вроде в прошлый раз уже все проверил. Не уверен, конечно. В том, что я прямо все это сто процентов проверил, но... Так. Короче, все. Походу, мы тут все проверили. Я просто второй раз побежался, чтобы убедиться, что точно все проверили. Так, окрестность Хогвартса. Так, нам надо отправиться в теплицу. И мне сказали, вроде как... Гарри, здесь! Гарри, иди сюда! А не Гарри, я здесь. Или он сказал я. Привет, Гарри. Это я, Хагрид. Это земли Хогвартского замка. А я их страж. Как быстро здесь все растет! Твоя подруга Гермион ждет тебя у входа в зеленый дом. Гермиона. Иди, Гарри, только после уроков, конечно. Так, хорошо. Так, само собой... Как его? Двор Хогвартса куда больше, чем на PS1. Ну, потому что PS1, она там ограничена возможностями самой консоли. Так. Смотрите-ка. Возможно, мы изучим какое-нибудь заклинание, которое будет позволять нам уничтожать растения. И, скорее всего, там вот что-то есть. А может быть и нет. Раз он туда подошел... Не просто же так он подошел туда. Стричь потом, а мы... Так. Запрыгнувся я не могу. Опа. Тут что-то есть. Уже какую-то секретку нашел. А мог просто уйти. Вот хорошо, что я тут остался ненадолго. Так. Так, он явно нас поджидает. Я не вижу отсюда, кто это такой. Это на Рона, по-моему, нет. Это не совсем. А, ну тут у нас решетка. Нас, скорее всего, туда не пропутит. Ладно, давайте подойдем. А, это простой ученик. Давай на урок. Нифига себе. Какой у тебя голос. Поттер, тебе сюда нельзя. Ты выглядишь куда моложе, чем твой голос. Давай на урок. Так, ладно. Ага. Вижу Гермиона, значит, идем сюда. Потому что Гермион нас точно ждет возле теплиц. Здесь как-то все пустовато. Так. Нас тут еще кто-то поджидает. Ты даже не знаешь правила Квидича. А, это арена Квидича, да? Кто знает, может быть, когда-то ты будешь участвовать в соревнованиях. Совсем скоро. Поттер, соревнования не для тебя. Уходи. Они для меня. Ты даже не знаешь правила Квидича. И что там знать-то? Просто летаешь. Короче, я действительно знаю правила Квидича, но для меня они не нужны. Просто летаешь и попытаешься поймать вот этот вот снич золотой. И все. Больше ничего не нужно знать. Так, вот это вот растение явно отличается, и мы сейчас выучим заклинания. Так. Урок гербологии за садом профессора Крута. Я здесь подожду Нивила. Иди на уроки. Я тоже подожду Нивила. Так, в общем, скорее всего, мы сейчас выучим какое-нибудь заклинание, которое, например, реально будет уничтожать растение, и мы сможем его применить именно вот на этом кусте, потому что он очень сильно отличается от других. Так, текстура иногда что-то проладивает сквозь другие текстуры. Так, куда нам бежать-то? Так, ну это тупик. Так, ну-ка. Сейчас в три разные стороны третят папу. Так, все, закончилось. Куда там? 146 бобов. Последний вот, когда я использовал заклинание, там бобы выпадали или как? Вот не знаю. Просто я нажимаю на... Ну, то есть, использовал вот вон заклинание. Вроде бы, как будто что-то происходило, а ничего мне показалось, как будто не выпадает. Ну, бобы мы обмениваем на карточки. Так, тут у нас вон еще что-то есть. Так. Это просто декорация. Так, я не понял, но это, походу, лабиринт. Да, это лабиринт. Ну, сейчас мы тут... Ой-ой-ой. Так, походу... Полностью уничтожить вот этих слезняков мы не сможем. Так, отлично. Так. Так. Тут у нас почему-то два пути. Так, может они никак не сообщаются. Так, я почему-то не достаю. Ой-ой-ой. Так, ну я теперь понял, как это всё работает. Ну, я, кстати, не знаю, влияют ли жабы, которые мы собираем, шоколадные на что-то или нет. Скорее всего, нет. Но собрать их стоит. Попробовать хотя бы. Но они тут никак не обозначаются, что я там подобрал столько жаб. Это просто аптечки. И у нас, кстати, не пишут, насколько игру мы прошли. Так. Здесь тоже никакого секрета нет. Так. А вот тут у нас какое-то сохранение уже. Так. Так. Давайте сохранимся. Так. Ладно. Здесь у нас кто-то рычит. О. Подождите. Там кого-то видно. Так. Кажется, я знаю, что это такое. Это дикие растения. Так. Так. Похоже, я не могу, короче, эти растения никак уничтожить. Скорее всего, я выучу как раз-таки заклинания, которые будут уничтожать это самое растение. Но дело в том, что... Не, я все-таки в правильном направлении бегу. Там других... Короче, мы должны выучить заклинания, которые нам поможет уничтожить эти вот растения. Скорее всего, это мы сможем сделать только на обратном пути. И это, кстати, мухоловка. Венера мухоловка или что-то вроде того. Не помню, как правильно растение данное называется, но... Оно конкретно не так вот выглядит. Но вот верхняя часть, которая кусается... Вот она похожа, частично. О, сундук. Я так понимаю, за уничтожение этих растений опыт сорно давать не будут. А может и будут. Так, можно идти направо, а можно идти налево. Так, если мы пойдем сюда... У нас опять-таки два пути. Давайте сначала сюда пойдем. Так, здесь у нас как бы тупик. Стат... А, подождите. А, статуя. У нее другое заклинание, короче. Это потайной ход. Короче, обычно, когда я подхожу к статуе, там типа спиралька нарисована. Это заклинание... Так, я слышал, как будто что-то двигалось, но дело в том, что здесь ничего не двигалось. А, статуя, наверное, вернулась обратно. А здесь у нас значок за мощность важный был. Вот. Вот. Вот такое вот заклинание бывает, когда к статуям подходишь. И это все? О, бобы выпали. Отлично. Так. Все. Больше статуя не активна. С ней взаимодействие никак нельзя. Так, давайте мы тут еще пробежимся. Вот здесь вот. Может быть, здесь что-нибудь есть? Так, потайные двери вряд ли здесь есть. Хотя, я думаю, стоит... Ну, не знаю. Это все-таки игра как бы детская. Я не думаю, что там очень сильно запрятали секреты. Не думаю, что они в таком случае запрячут секрет куда-нибудь прям вообще далеко. Что даже не найдешь их. Так, хорошо. Здесь у нас... Ну, слушайте, может быть... Вот это, скорее всего, потайная дверь. Хотя, я в этом не уверен, но, возможно, здесь, когда мы на обратном пути будем возвращаться, Фред и Джордж вылезут. И нам вводят. Так, а так я не увижу, да? И нам дадут какую-нибудь карточку. Но это не точно. Вот вниз еще как-то похож на потайную дверь, а вот сверху уже нет. Так, ну, растение уничтожать мы пока что не можем. Так, они уже по два, что ли, разу кусаются? Раз, два. Да, они по два раза уже кусаются. Ее-мое. Еще одна потайная дверь. Так. Вот здесь как будто можно пройти сквозь... А, подожди. Ну так, как ула. Можно реально пройти. А, нет, не получается. Получился. 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 Я думаю, может быть, мы выучим новое язык знаний. Потом сможем уничтожить вот эти вот заросли. Но нет. Так, эти статуи тоже не активные. С ними взаимодействовать никак нельзя. Так, и там, скорее всего, еще одна потайная дверь есть. Да, да, кинь есть. Ой. Так, вот с этими ребятами надо быть осторожным. У нас бабы можно украсть. Ой. Все, надо начинать сначала. Потому что бабы они у нас уже украли, и мы их уже не вернем. Не знаю, для чего бабы нужны. Но лучше их не терять просто так. Очень обидно то, что я их потерял. Ну, сейчас мы быстренько соберем все. Ага. Ладно, хоть растения у меня бабы не выбивают. Субтитры сделал DimaTorzok Так, там ликушка была. Внутри. Тихо! Нет! А бабы с него нюх... Надо же, блин, где застрял. Так. Походу на меня кто-то сагрился. Так, отлично. Минус один. Там их как минимум два. Так, походу вон стоит кто-то. Либо это сундук. Просто сейчас я забегу, короче, а они потом съедят, мои бабы. Вон, они двое там застряли. Не очень-то и хорошо-то, что они там застряли. Так, тихо, стоп. Он выбегать собирается. Да ё-моё! Так, бабы вернулись. Он их не успел съесть. Вот он, лежит сюда. Моя цель пройти игру на сто процентов. И собрать... Псс! Все бабы и все карточки. Так, куда он там делся? Ну, он почему-то там застрял. Так, отлично. Вырубили мы его. Так. Статуя дракона не активна. Так, ну что ж, возвращаемся обратно. Так, что у нас здесь? Так, здесь у нас тупик. Да ё-моё. А лягушка не так уж и много восстанавливает здоровье, на самом деле. Так, потаная дверь. Так, бобы и сундук. Была лягушка внутри. Хорошо. Здоровье я восстановил. Так. Они уже по три раза, что ли, кусаются? Так, статуя. А это, оказывается, потайная дверь. Не думал, что здесь у нас... Ух ты! Так, ну здесь ничего интересного нет. Только со статуей, наверное, можно взаимодействовать. Так. Понятно, она у нас одноразовая статуя. Один раз можно только заклинание к ней применить. И она даёт целых четыре боба. Четыре стороны. 192 боба. При этом они уже у меня забрали 25 и потом ещё сколько-то забрали. Довольно-таки много здесь бобов. Так, тоже потайная дверь. Так, и тут у нас, скорее всего, потайная дверь. Вот здесь надо быть внимательнее. Тут повсюду потайные двери. Так, а если бы я с этой стороны... Ага, с этой стороны эту дверь невозможно открыть. Так, тихо, аккуратно идём. Сюда. Ага. Так, ну-то, надо вернуться обратно. Да блин, хватит. Я просто слишком сильно спешу. Так, что будет, если я поставлю этот камень сюда? Ага, дверь откроется. Так, ну, мне кажется, через эту дверь будет быстрее пройти. Так, потайных дверей здесь нету. Туда нет смысла идти, хорошо. Блин, мне по сохранению. Опять Фред и Джордж. У меня их 192. Блин, опять эти порыги появились. Неоткуда. Так, подожди, мне тут надо... Сундук открыть. Не знаю, будет ли автосохранение или нет. Так. А что у нас там справа? Ничего. Хотя тут, скорее всего, потайная дверь нету. Как так-то? Я думаю, потай... А, не, всё-таки есть. Так, сначала возьмём карточку коллекционную, а уже потом пойдём в потайную дверь. Спасибо, что выручил нас. Вот карточка. Надеюсь, у тебя ещё нет такой. Джордж, у нас есть работа. Так, сейчас сразу же зачитаем эту карточку, посмотрим, что там написано. И пора бы уже серию совершить, по-моему, её запишите, пока мы не найдём автосохранение. Так, это у нас карта... Вот эта вот. Урик странный. Средникове годы жизни неизвестны. Очень странный колдун. Известный, помимо всего прочего, тем, что вместо шляпы носит... Нет, это мы читали. Альберт Вафинг. Тысяча... Это мы читали, это мы читали. Стоп. Ух ты, они, оказывается, не по порядку идут. Вот она, которую мы только что нашли. Ну, блин, будет сложновато найти все. А может, я их уже пропустил? Да вряд ли. Годрик Гриффиндор. Средневековый волшебник. Годы жизни неизвестны. Один из основателей Хогвартской школы. В его честь назван один из четырёх факультетов Хогвартса. Они не по порядку, блин, находятся. Вот в чём проблема. Потом будет сложно читать. Ну, искать те, которые мы читали. Какие мы не читали карточки ещё. Так как я это прохожу не всё одним заходом. А там по одной, по две серии в день. И то у меня бывает большой перерыв. Я уже забываю, какие карточки мы читали, а какие нет. Почему-то звук не всегда срабатывает. О, коллекционная карточка. А может мы уже где-то пропустили какие-то срабатывания. Поэтому у нас не по порядку идёт. По идее мы должны были все карточки по порядку собирать. Хотя нет. Так, это у нас вторая. Так, чё там? Корнелий Агриппа. 1486 год. 1535. Известный колдун за свои... Так, за свои книги был посажен магами в тюрьму. Маглами. А, кстати, на PS1 тоже эта карточка была. Так, а сохранение у нас будет? Урок гербологии. Здравствуйте, ученики. Я профессор Спрут. Сегодня мы выучим заклинание Инцендио. Оно подходит для всех видов опасных растений. Так, ну-ка. Придётся рискнуть. Ес, отлично, автосохранение было. Так, а на этом всё. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем...